Евгений Лисеевич, пенсионная реформа России, вообще пенсионная система наша, вот эта трехуровневая, которая действует сейчас, была немножко до этого, которую называют МММ, чем угодно, не так давно была признана находящейся в тройке самых худших пенсионных систем. Нигерия, Россия и Турция. То есть ситуация провалилась окончательно. И здесь, на этом фоне, Владимир Владимирович давал Центробанку... Надо сформулировать вопрос. В пенсионной системе нет денег. Куда-то делись. То есть провалилось, что там нет денег. Ну, наверное. Вот в чем провалилось. То есть провал, провал заключается... Потому что провал бывает и... У нас пенсии платят. Платят. Вот 90-е годы в конце не платили. То есть тут не провалилось. Провалилось, что нет денег. У нас же одни из самых больших взносов, но при этом одни из самых малых выплат. А тут, тем более, еще и забрали накопительную часть. Хотя мамой клялись, что никогда не заберут на то и накопительную. Здесь предлагают вообще новую систему. А давайте вы сами будете накапливать. Что вас беспокоит? Меня беспокоит ситуация, кто провел вначале вот эту систему, а теперь вот с этой накопительной. То есть народ уже имеет полное недоверие к нынешней системе и к новой, которая собирается копить и сами. Но вы же у нас уже в свое время забрали. И это уже касается не тех людей, которые вот-вот скоро выйдут на пенсию плюс-минус 10 лет, а это касается моего поколения. Поколение более рано. Но обратите внимание, убрали накопительную часть только у людей, которым на нее начать. То есть те люди, которые распорядились накопительными деньгами путем размещения в фондах, некоторые фонды, конечно, говорят, кинули, но не все. В целом система фондов сработала. Нет, у нас по фондам минус 0,3. В среднем. Ну да, в среднем. В среднем. Но есть фонды, которые хорошо сработали. Газпромовский фонд хорошо сработал, я вам так скажу, железнодорожный. Поэтому это в принципе система фондов, это уже ваш выбор. Другое дело, что он куцый, но он есть. То есть вам, знаете, скажут, только у вас же 100 фондов, а что мне взяли вот тот, где доходность 10%? И вам сказать нечего. Правильно? Вот так. То есть в принципе, а вот действительно заморозили ту часть, которой мы учены. То есть люди, которые отказались от своего влияния на процесс формирования накопительной части пенсии. То есть в принципе сделали очень просто. Государству, ну фондам нужны были деньги. Государство, ну государство, фонды сказали. Так, те, кто интересуется, что со своими деньгами, мы не тронем. А вот кто не интересуется, раз они молчат, значит им не нужно. Ну и пошли вон. Вот простая вывод. Понятно, что эта история вызвана недостатком денег. Но в принципе, она носит в каком-то смысле такой характер полусправедливый. Раз тебе не интересуют твои деньги, а таких 70%. Как это не интересует? Я же просто откладываю. Не вы откладываете, а система без вас откладывает. А вас это не интересует. То есть вы молчу. Почему? Я же даю команду на накопительную часть. Не вы, это вот 30% дает, а 70% нет. А вот оно же. То есть происходит автоматическое отложение. То есть за вас какие-то чиновники решают, как отложить. И куда? И куда. И эти чиновники, они доложили наверх, что вы не беспокоитесь, ни разу не позвонили, не написали письмо, а могли, не сформировали свою позицию, значит вас как бы это не интересует. Раз вас это не интересует, а что бы вас не пощипать? Но это же все равно некрасиво. Некрасиво, но денег нет. Ну как это? У нас триллионы накопленные. Путин говорит, давайте сейчас кучу денег в экономику. Теперь сама система. Вот сейчас вы задали другой вопрос, мы его отдельно обсудим. Хорошо. Теперь сама система. У нас в государстве по конституции, где у нас конституция, можно подать? Вот конституция, принятая всенародным голосованием, мозгов нет. Ну да. То есть в нашем конституции написано, российское государство, будучи частью мирового сообщества, мозгов 13 статья, пункт 4, иметь не должно. То есть не должно иметь идеологии в госстроительстве, то есть не должно иметь целей, а значит нет мозгов. А где же мозги? Кто же за нас будет думать? А вот пункт 4 в статье 15 пишет, а думать за вас будут международные специализмные учреждения, которые, кстати, в статье 18 так и прописаны, что решение этих учреждений является непосредственно действующим, и определяющий смысл содержания и применения законов. Это написано в решении суда и в институции. Да, туда же. То есть вот кто за вас, значит, существует архитектор. Этот архитектор планирует мировой оборот доллара и его сателлитов. Рубль-сателлит доллара по своему характеру. То есть в России нет права на национальную валюту. Рубль есть производная доллара, полученная на бирже путем выкупа долларов и отправления в резерв. Сколько долларов на биржу поступило, столько напечатали рублей, а доллары положили на склад. Когда понадобилась обратная пропорция, доллары со склада достали, рубли изъяли. Понимаете? То есть это расписки о долларовом обороте, фактически под названием рубль. То есть мы, вся финансовая система наша планируется оттуда под задачи однополярного мира, то есть американской империи, мы ее провинция, как Путин правильно сказал, один центр власти, Вашингтон, один центр принятия решений для нас. И под это планируется оборот денег на нашей территории. И американцы обеспечивают оборот доллара и производная доллара, например, рубля. Кстати, евро тоже производная от доллара, хотя постепенно начинает от него дистанцироваться. Юань тоже был производный от доллара, но последняя политика где-то 8 лет Китая дистанцирует ее юань от доллара. Но они там вообще в ручном режиме отличают евро. Да, дистанцируют. А когда-то туда приезжали американские президенты каждый год устанавливать курс юаня. Кто? Забыл. А это было. Таким образом, это просто элемент оборота доллара. И вот для элемента оборота доллара они смотрят, где можно вытащить больше дохода для американской нации. Где поджать, где вытащить деньги. Пенсионные накопления одна из частей. Это инвестиционные накопления. Инвестиционные накопления по определению американские. То есть, по определению, пропорция между внутренними решениями и наружными решениями, и американскими решениями, это инвестиции там, а торговля внутренняя или местный оборот расчет. Соответственно, это инвестиционные накопления. Американцы говорят, где мы тут деньги возьмем. А давайте подожмем русских вопросу пенсионного возраста, о чем прислал указание поднять возраст. И в вопросе изъятия денег из пенсионных фондов. Деньги вначале были изъяты из пенсионных фондов через определенную процедуру, а потом был поднят пенсионный возраст для того, чтобы обеспечить текущую выплату пенсий. То есть, фактически, речь стояла там. Либо мы прекращаем выплату пенсии или их ограничиваем. То есть, приходит пенсионер такой, савойской. Пенсионный фонд говорит, мне в этом месяце пенсия. А ему говорят, не можем, денег нет. Заплатим 80%. Держитесь, удачи вам. Держитесь, удачи вам, да. Ну, вы держитесь. Либо выполнить решение МВФ, поднять пенсионный возраст. И в этом случае... Деньги будут. Деньги будут, да. За счет того, что другой пенсионер, не этот, который человек помоложе, выйдет на пенсию позже. И, соответственно, позже ему надо будет платить. Вот простая такая схема. И вот эта схема была, собственно, и реализована МВФ под предлогом недостатка денег в Российской Федерации. И проблемы здесь надо смотреть глубже. Почему в Российской Федерации за ту же работу все люди получают в пять раз меньше, чем, например, в Немецкой Федерации, ФРГ? Ну, почему? Работа та же, инженер, предприниматель, редактор газеты, журналист, доярка, нянечка в детском саду. В пять раз меньше. Мы получаем за ту же работу на тех же станках. Телефоны у всех одинаковые, как в Германии. Станки одинаковые, настройки оборудованы. По Москве пройдите. Все машины импортные. Все как в Германии. Вы не отличите немецкие города от российских. С точки зрения техники, которая на них работает. Предметов роскоши. Ну и жизни. И вообще их телевизоры одинаковые. Что, немецкие телевизоры думаете лучше, чем вот, которые вот у нас тут стоят в домах? Нет, такие же. А все в пять раз меньше. А почему? Пропорции такие. То есть, такое правило, по которому мы получаем меньше. И это касается пенсионеров. Вот и все. Их поджимают, собирают, прижимают. И это мы сейчас и наблюдаем. А те пенсионеры, которые не беспокоятся, как раз повод у них это дело отжать. То есть, грубо говоря, не беспокоишься об отечестве, плати. В общем, принимая связь. И где-то даже справедливая, я вам скажу. Ну, это с точки зрения, да, конечно. Раз тебе начать на отечество, заплати денежку. Раз ты дурак, дурак стоит денег. Быть дураком стоит денег. Евгений Алексеевич, смотрите, не так давно Хазин выпустил книгу. И в своих разговорах по радио он сказал, что Соединенные Штаты придут к тому, что будут через какое-то время выплачивать долги по долларам по своим. Уже обесценено. Взяли, когда доллар был сильный. А сейчас Трамп ведет к тому, что свалить все в гиперинфляцию, чтобы выплатить всем долги, вот доллары, вы уже слабым долларом. Как вы считаете, как экономист, как человек, который знает, как устроен этот мир, это реально, что... Вообще говоря, логично. Гиперок будет, да? Это логично. Но, собственно, так американцы в свое время поступили, например, в отношении с Францией. Напоминаю, что до 60-х годов доллар был формально обеспечен золотом. Ну, то есть, чтобы напечатать долларовую бумажку, положили золото. Ну да, занимали не на бумагу, а... И написали, что если что, ты всегда поменяешь на золото. А бумажка просто, чтобы золото не таскать взад-вперед, понимаете? Это как на советском рубле было обеспечено. С драгоценными виталами. Потом было, когда возник вот этот кризис взаимоотношений по выплатам, по долларам со своими союзниками в Европе, прежде всего с Деголем. Помните, Деголь привез так называемые долларовые пароходы в Америку и сказал, давайте мне сюда золото, мне надо. Американцы поняли, что это большая уязвимость. То есть, разница между долларами, имеющимися в мировом обороте, и золотом, которое хранится по итогам Второй мировой войны. Там было много золота, но все равно было мало. Чтобы освещать напечатанные доллары. Они посчитали, что эта разница слишком велика. И может возникнуть такой спрос на золото, который превысит процент золота, который лежит, точнее, обеспечения оборота доллара. То есть, напечатанных долларов. Это, кстати, вольфрамовые слитки. Это же тоже было такое липовое золото. Это мы не знаем. Это слух такой. А я говорю о формальных вещах. И они тогда приняли решение отказаться от золота. И мир это решение проглотил. Это важнее. Для прикрытия этого решения они запустили, в том числе говорят, что вот эта поддержка Соединенных Штатов Америки Советского Союза в сфере борьбы с колониализмом и с колониями и с разрушением Британской империи. Это было как раз фактор, грубо говоря, отвлечения от этого перехода качества доллара от золотого обеспечения в бумажное. То есть, без обеспечения. То есть, грубо говоря, возник такой определенный хаос в мире. Все-таки колонии занимали половину земного шара. В результате которого никуда не денешься. Приходится идти к доллару, потому что за ним в этот момент была надежность, сила армии и так далее. И в результате этот мир проглотил эту историю. Потому что впервые в истории человечества за тысячи лет валюта перестала быть обеспечена золотом, либо материальными конкретными вещами. Шкурками, не знаю, зайца, ракушками, которые трудно добыть и так далее. Впервые вот этот поворот времен Дегули, его мало кто оценивает. Но это был стратегический поворот, когда в мозгах людей произошел отрыв оборота денег, в данном случае долларов, от их обеспечения. И американцы сумели этот оборот сделать. И в этом плане они, конечно, тогда повернули всю психологию мирового финансового устройства. И вот тут, как говорится в старом английском анекдоте, все поперло. Помните, как? Да-да-да. Когда в карты играет джентльмен. Покажи, говорит. Да. А джентльмены не показывают. И вот тут, как верно, джентльменов, все поперло. И вот с этого момента поперло. И вот с этого момента оборот доллара, их количество, напечатанного увеличились во много десятков раз. Может быть, даже в сотни. А в 91-м они для того, чтобы корректировать, еще и отпустили валютные курсы. Раньше они были жестко привязаны. В 91-м рухнул Советский Союз. То есть возникла главная политическая альтернатива. Понимаете? То есть возникла вторая история, сопоставимая с крушением колониализма. И они этим, конечно, воспользуются. Вот они молодцы. Они умеют политические победы трансформировать в финансовые. То есть они умеют собирать дань. Дождался болезн. И в этом плане, да, это произошло второй момент. Теперь что делать? Да, действительно, американцы печатают. Кстати, некоторые почему-то распространяются слух, что они как бы берут в долг у кого-то, у мирового правительства. У ФРС они берут. Брать долг у ФРС – это внутренние проводки по закону США. Казначейство берет для себя. Мало того, если вы посмотрите структуру долга США, он сейчас 23 триллиона. Половина долга, они должны даже не ФРС, а самими себе. Внутренний долг. Не просто внутренний долг. 160 министерств и ведомств Соединенных Штатов Америки, 160, должны министерству финансов и казначейству, то есть выдало казначейство и оформило в виде долга взаименную систему отношений. Но это все равно что. Но это как в Африке специально. Министерство финансов должно, министерство обороны, что, кстати, правда. В Америке это так. Половина, а вторая половина – это ФРС, ну в целом. То есть и ФРС сама работает по законам США. То есть это внутренний госзнак США. Вот у нас есть госзнак, а у них ФРС. Потому что некоторые путают ФРС, типа это правительство, это не правительство. То есть они берут на эти 100 с чем-то министерств, которые должны внутри своему же государству, то есть государство содержит, а им просто обнуляют. То есть они, наоборот, формируют. То есть вместо того, чтобы обнулить встречными расчетами, они их сознательно поднимают и формируют это как долг США. Зачем? А зачем они проводят эту политику? Да. Я думаю… Зачем ему нужно увеличение долга такого? Я думаю, что политика увеличения долга позволяет Соединенным Штатам Америки и треть, кстати, долги иностранным государствам позволяют Соединенным Штатам Америки маскировать систему распространения мирового доллара. То есть это им нужно для общего плана, для общего системы. То есть они как бы формализуют систему отношений. То есть ты, Япония, пожалуйста, мы оформляем с тобой долги, и в этом плане ты для нас, как наше министерство обороны. То есть они, грубо говоря, повышают легитимность доллара за счет долгов. Вот более точная фраза. Очень интересная позиция. В таком случае, если… То есть дальше ваш вопрос. Вы с Нахазина сославились. Как они выйдут из этой схемы? Проблема, что они не погасят эти 23 триллиона. Потому что 23 триллиона распространения доллара – это процентов 15. Доллар реально, по экспертным оценкам, в мире оборачивается где-то до 200 триллионов долларов. Понимаете? А тут 23 триллиона всего долга. До 200 триллионов. То есть… Это количество выпущенных? Это количество выпущенных долларов. А не количество раз оборачиваемости одного долларов. Нет, это количество долларовых бумажек и долларовых компьютерных программ на эту сумму в мире. То есть они накачивали мир долларами. Они их накачивали по линии ВТО. То есть торговля. Ну, говоря, Китай торгует с Индией в долларах. И резервы для торговли, которые прописаны в Всемирной торговой организации, там же резервы, у них в долларах. Соответственно, возникают, грубо говоря, хранилища долларов. Вроде бы где там Индия и Китай. А хранилища долларов в системе торговли между ними. Там триллионы. Хранилища долларов в системе торговли с Патистаном – триллионы. С России – триллионы. С Африкой – триллионы. И вот в эти загашники закачаны плюс национальные запасы в долларах. Плюс, допустим, в России данные Центрального банка. 60% экономики в долларовой. Естественно, это накопление предприятий. То есть, грубо говоря, Америка печатает, у нас предприятия копят. Это кроме еще резервов Центрального банка. Понимаете, да? Вот эти хранилища, вот как хранилища газа, вот закачано огромное количество долларов. Поэтому, конечно, надо с этим что-то делать. Объявлять дефолт, в принципе, такая возможность есть. Вы знаете, что американцы заложили изначально, они молодцы планировщики. Они сразу думают, грубо говоря, вступая в ситуацию, они думают, как из нее выпутаться через какое-то время. Они сразу заложили раздельный оборот доллара внутреннего и внешнего. И внешний доллар у них имеет особую систему контроля и оборота. Это означает, что они в любой момент могут, допустим, объявить нулевой ценностью доллары на территории России. Или Китая, или Африки, или какой-то части, или какой-то системой торговых операций. И так далее. То есть, просто скажешь, это фальшивки. Там нету обязательств не называть доллары фальшивыми, потому что такого рода обязательства, грубо говоря, существуют только на уровне инструкции ФРС. А на уровне закона, который стоит выше ФРС, в любой момент, например, через санкции можно объявить. Они же санкциями, допустим, сказали. Так, ребята, мы за священную частную собственность, но вот у нас есть список из России 500 человек, и эти 500 человек не имеют права на частную собственность. И вообще к нам приезжать. Это другой вопрос. На частную собственность не имеют права. Вообще везде. Вообще. То есть, идет человек в суд и говорит, я владелец там отеля в Германии. А ему говорят, так твоя фамилия Иванов Иван Иванович? Да. Ты не имеешь права на собственность. А вот отель в Германию. А он ничей. Мы для начала его замораживаем. Арест называется. А потом дальнейшие инструкции посмотрим, кому он достанется. А он ничей. Может, другой человек придет и скажет, да это мой отель. Ты не сможешь с ним судиться, потому что ты изначально вписан как человек, не имеющий, как корова. Корова же не имеет права на собственность. Так и ты. Это по американскому законодательству. Экспроприация экспроприаторов. Экспроприация по политическим соображениям. Да, хочу его заберу. По политическим соображениям. Мы считаем, что ты плохой человек. Ты там поддерживаешь Путина. Ну, это же слова. Не имеешь права на собственность. На самом деле ты не имеешь права на собственность, а повод, что ты поддерживаешь Путина. А во всем виноваты большевики в 17-м году. Все якобы отняли и поделили. Прекрасно же делят. До сих пор. Американцы умеют. Они как раз управляют через систему собственности. Вообще у нас недооценивается институт собственности. А он важнее, чем все остальные институты. Но это же не демократично. Институт собственности создает систему власти и систему капиталов, куда входят в том числе и деньги. Но это другой вопрос, это отдельный разговор. Таким образом, отвечаю на ваш вопрос прямо. Да, американцы могут объявить локальные дефолты. Например, сказать, что доллары в Китае недействительны. Объявить дефолты по отраслевым каким-то направлениям. Объявить дефолт по долларам, которые оборачиваются за рубежом. То есть у них есть целые возможности, вариантов, каким образом решить проблему избыточности напечатанных долларов в мире. Через политику, потому что объявить локальный дефолт на политические соображения. Например, доллары в Иране недействительны. Все, они недействительны. Потому что это Иран. А Иран плохой. Достаточно. А уж все там в Иране, не в Иране, это мы даже доллары во французских банках, ну и типа иранского происхождения. Все, они недействительны. То есть это одна технология. Если вы обратили внимание, они много таких вещей делают. То есть те же замороженные капиталы, Каддафи, Капиталы Асада и многие другие. Не только Каддафи, а вот этого Венесуэлы. Да. Просто взяли, забрали и все. То есть они управляют этими процессами. Второй вариант. Объявить. Это как бы жесткий вариант. Второй вариант. Действительно девальвировать. Но вопрос девальвации доллара, они его делают. Просто этот вопрос, если вы обратите внимание, доллар 20 лет назад и доллар сейчас, принципиально разные вещи. Ну да, понятие миллионер было, потом мультимиллионер, а сейчас уже какие-то миллиардеры. Вспомните свою жизнь 20 лет назад. У вас 100 долларов. Это я помню. Что вы могли на них купить? Ну, например, недвижимость в Москве. 98-й год до дефолта я приехал в Россию, учился в школе, у меня было 50 долларов, да были дикие деньги. Вот. Сейчас. А сейчас же говорю 50 долларов. Сопоставимо будет тысяч пять. Ну вы сейчас, у вас. Ну да. Понимаете, то есть это уже происходит. То есть они это делают, но это нельзя делать слишком активно, да, то есть это слишком быстро. То есть есть политика снижения девальвации доллара. Эта политика определенным образом растянутого времени. Они это делают, они на этом зарабатывают. И сжигают лишние доллары за счет этого механизма. Если Хазин говорит о том, чтобы это сделать ускоренно, это уже почти дефолт. Это сложнее. Я думаю, что ускоренно они чувствуют, где температуру снижения цены доллара. Вот они чувствуют. Перебрать здесь они тоже не хотят, не могут. Да им это и пока не надо. Они вполне держат долларовый баланс в мире. Хазин здесь в данном случае говорит о том, что грядет великий передел мира, и однополярный мир прекратит свое существование. И американцы пытаются выйти с победы, там, естественно, где-то зажечь локальные конфликты, ну, как всегда, где-то навариться. И перезагрузить систему, создав несколько центров силы, допустим, Россия, Китай и Соединенные Штаты, это мнение Хазина, да, которые поделят определенное управление, там, Африку пополам, а у нас останется там Германия, Турция, что-то там, даже Японию немножко там зайдет, Израиль, Сирия и еще чего-то. Я бы назвал, планово отступить. Вот, да, но сейчас я скажу, это я просто, мнение Хазина очень коротко, но вы-то говорите о том, что, и по Хазину должен быть большой бодобумба, там, бух, и все, там, упал доллар, все в шоке, бегают, там, прыгают с Москва-Сити, все счастливые, значит, а по вам они это делают аккуратно, плавно, и как-то, и как-то не видно, что мы там с Китаем какие-то получаем балансы. Ну, я думаю, что Хазин немножко пугает, они планово отступают, то есть, есть в армии понятие планового отступления, если вы внимательно посмотрите карту военных действий любой войны, вы увидите, что военное отступление, это не больше, там, 2-3% участка фронта, то есть, 2% всего лишь военное отступление, то есть, с боями, а 89, это 8% фронта на любой войне отступление плановое, то есть, вызванное... То есть, спрямление, как они это называют... То есть, вызванное, да, по-разному, то есть, вызванное стратегическими соображениями, и, грубо говоря, в этом узком месте столкнулись силы, стало понятно, что какие-то силы сильнее, надо отступать, а дальше сработал механизм планового отступления, исходя из расстановки сил, и это на всех войнах. Даже команда ни шага назад, она все равно дополнялась без приказа, а приказ все равно был, иначе терялись войска, то есть, военная технология не позволяет, грубо говоря, просто стоять и ни о чем не думать, нужно маневрировать и учитывать общую расстановку сил. Это то же самое, то есть, американцы понимают, что у них слабеет ситуация, они ведут войны в защиту своей империи против сепаратистов с точки зрения однополярного мира под названием Россия, Китай, Индия и так далее. Ведут переговоры с Китаем, вот сегодня Трамп опять с Китаем обсуждал тему переговоров, но это все, я бы не назвал, что они именно отступают пока, они пока держат фронт, просто фронт маневрирует, дышит, но они не отступают. Ни один доллар из мира не вышел. Отступают это, когда они теряют контроль над оборотом финансов в каких-то регионах мира, этого нет. А слабеет контроль, да. В Китае слабеет, но не сильно, кстати. Ну, наверное, где-то там в Северной Корее его вообще нет. Но нет такого, чтобы они уходили из, где они теряли сегменты мира. То есть, они по-прежнему контролируют весь земной шарик с точки зрения покрытия их долларами. То есть, весь земной шар покрыт одеялом долларов. И американцы по-прежнему, это их доллар, они по-прежнему его контролируют. Хазин говорит, что произойдет какое-то падение. Ну, наверное, это может быть. Но оно, это возможно, наверное, во-первых, при другой расстановке сил. Пока расстановка сил, я бы посчитал так, расстановка сил за ликвидацию однополярного мира США и против ликвидации такая, за ликвидацию процентов, может быть, 5-6 сил, а за его сохранение процентов 90-95. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, 10 дивизий у американцев, одна дивизия у России, Китая и Индии, политической влиятельности. Расстановка такая, это неплохо, потому что 10-20 лет назад расстановка была 1 против 100, сейчас где-то 1 против 10. Сейчас уже коммунизм начинает поднимать голову. Коммунизм, я думаю, что специально сделано, чтобы увести в сторону, наоборот, размыть систему. Потому что главнее все-таки защита отечества, чем измы. То есть, попытка подменить исторические принципы строительства живого мира, не только человечества, а вообще живого мира, на конкуренции территориального типа. Не забывайте, что даже волки в лесу конкурируют по территориальному принципу, а не по классовому. То есть, жирные волки не дерутся с худыми, а дерутся волки, которые в одном месте проживают, с волками, которые проживают в другом месте. Ради того, чтобы кто-то стал жирным какой-то из этих. Ради это другой вопрос. Ну, понятно. Нету нигде в природе конкуренции по принципу жирный, по классовому типу. То есть, это само по себе ложь. Понимаете, да? Отвлечение внимания. И если вы конкурируете по невозможному типу, в котором в истории человечества нет, значит, вы отступаете там, где идет традиционная конкуренция. Традиционная конкуренция – это территориального типа. Поэтому… Соглашусь, да. Да, поэтому это такой отдельный отскок. То есть, получается, система, при которой американцы пока держат мир, и пока они его более-менее удерживают. И я не вижу пока условия… Могут ли быть условия быстрого скидывания, как Хайзин говорит? Я не спорю. Могут быть. Но если они будут неправильно себя вести. То есть, если, говоря, мог ли Гитлер себя неправильно вести в 42-м году? Мог и проиграть. Ну, мало вероятно, что он бы себя неправильно ввел, да? И, соответственно, он дотянул войну до 45-го. А, в принципе, он мог в 42-м солдатам скомандовать в полный рост и на пулеметы. И все, и проиграл бы. Но он так не делал. И американцы не дураки. И Трамп очень умный кризис-менеджер. И вообще Трамп появился, чтобы этого не произошло. Понимаете? Но при этом… Вот, а Хайзин как раз утверждает или имеет мнение, что Трамп как раз появился для того, чтобы это создать. С какой стати? Чтобы уничтожить финансовую часть Соединенных Штатов, оставив у себя производство. Это противоречит первому принципу конкуренции нации и геополитики. А именно, суицид – исключительный случай, которого не должно быть. То есть, суицид – это не система. Отказ нации от защиты себя – это суицид. И мы не можем в истории, кроме 1917 года, в каком-то смысле, видеть, чтобы суицид управлял строительством национальных интересов. То есть, основание… 1917 года какая? Февраль или октябрь? Нет, февральская революция, она как раз не отказывалась от отечества. Октябрьская отказывалась. Появился тезис о… Как раз у нас сегодня праздник, да? Появился тезис о праве нации на самоопределению. Не нации, которая была до, а нации. То есть, при Российской империи, Российской республике Керенского была нация, народ. А после победы в Октябрьской революции появились народы. То есть, вместо одного народа, Российской империи… И территории народа, и территории. То есть, произошла подмена, за которым пошел конфликт. Но это, как бы, другая история. То есть, это был отказ от нации, от народа. Понимаете? А это суицид. Потому что тогда были все русские и все. Это, конечно. И грузин, это тоже русский. Бывает в природном мире суициды? Бывает. Но это такая болезнь, которая заканчивается смертью больного. И это очень редкая болезнь на количество особей. Вот. И я не думаю, что американцы, они как бы вступили на тропу суицида. Они вступили на тропу учета, усиления мирового национально-освоительного движения. Это разные вещи. Это как Гитлер в 42-м году утроил немецкую армию. Он мог бы и в 41-м утроить ее. Но он почему-то в 41-м посчитал, что справятся те войска, которые есть. А в 42-м и в 43-м он понял, что не справятся и утроил немецкую армию. Если бы он в 41-м утроил, может, он и взял бы Москву. Понимаете, да? И по-другому бы закончилась война. Вот так и здесь. То есть происходит процесс изменения, усиления борьбы Соединенных Штатов в Америке против мирового национально-освоительного движения. Против сепаратистов, как они считают Россию, Китай, Индию и так далее. Против тех, кто пытается разделить американскую империю с однополярного мира. То есть Трамп это усиление Америки. А Хазин, я так понял, говорит, что Трамп это ослабление Америки. Хазин говорит о том, что Трамп не представляет финансовую элитой Соединенных Штатов. Финансовая элита должна была представить Клинтон. Финансовая элита? Нет, причем вообще... И происходит борьба между финансовыми элитами Соединенных Штатов и, скажем так, промышленными элитами, работягами. И Трамп представляет работяг и пытается, когда наступит мировой гиперок, лопнет этот якобы пузырь долларовый. И все... Скажу честно, не знаю, какой экономист Хазин, но политик он нулевой. Он так и говорит, что он только экономист. Это сфера политики. Политика это вопрос власти. То есть что, когда лопнет, это уже сфера политики? Это вопрос власти. Это не вопрос денег. Вопрос денег это вопрос целесообразности экономического строительства. То есть экспертный уровень. А вопрос власти это уровень мотивации. Власть отличается от экспертов мотивации решений. То есть эксперты изучают, как лучше построить дом кирпич на кирпиче. А власть, то есть специалисты в политике, отвечают на вопрос, а нужно ли строить дом, есть ли под него заказ. Понимаете, разные подходы. Таким образом, то, что он говорит с точки зрения политических законов, глупость. Почему это? Это все равно, что спорит первый этаж дома со вторым. Может ли первый этаж дома спорить со вторым? Это глупость. Одно стоит над другом. Понимаете, это невозможно. Это как бы правая рука будет ругаться с левой. Клинтон, кто там еще, Трамп. Это все одна система. Есть понятие власти. Элиты, они, конечно, на власть влияют, но они живут по законам власти. Мало того, что элиты сами сформированы властями. Что такое богатые элиты? Вот, допустим, что такое под элитами, я так понимаю, он и многие понимают богатых людей. Богатых, это значит, имеющих деньги. Так? Ну, деньги или влияние за счет этих денег. Деньги или влияние за счет денег. Здесь вы правили. То есть имеющие деньги. Кто печатает деньги? ФРС. Государство? Нет. ФРС. Госзнак. Это все равно, что скажешь, что человек, который в России имеет миллион рублей, это ставленный госзнак. Так же ему не скажете? Хотя госзнак напечатал миллион рублей, который у него в руках. Так? Напечатаны в ФРС деньги по закону США 1907 года под законные цели. То есть ФРС это госзнак. Вот и все. Госзнак, имеющий полномочия контролировать оборот. То есть, ну, как у нашего Центрального банка. То есть, инструкции выпускают по обороту. Но оно исходит из закона и исполняет закон США. Это исполнительный орган по закону Соединенных Штатов. Как и правительство, Министерство обороны и все остальные. Ну да, руководители ФРС назначают президент США. В Америке не существует понятие конфликт-элит. То есть, оно существует, но оно несущественно. Это внутренняя проблема в Конгрессе или там офиса президента. Что Морган ругается с Рокфеллером. Это их дела. И Морган, и Рокфеллер живут за счет американского закона и долларов, напечатанных по закону США. То есть, они назначили влиятельными людьми, элитами власти США. Понятно? И если власти США завтра скажут, так, что-то нам Рокфеллер не нравится. Рокфеллер попадет в тюрьму, у него все конфискуют. Это система расстановки сил. Не Рокфеллер разгонит Конгресс, а Конгресс арестует Рокфеллера. Нужно было уничтожить семью Кеннеди. Нужно же было уничтожить семью Кеннеди. Вырезали всю. Там президент, там кандидаты. Слушайте, а у нас убили царя. Я и говорю. В России убили царя. И что? Это внутренний конфликт. Но этот внутренний конфликт не есть государство. Убили Кеннеди, что место исчезло? Нет, на его месте появился другой президент. Правильно? Нет, но я говорю о том, что подтверждая ваши слова, если захотят вырезать Рокфеллера, вырежут всех. Да просто его арестуют. Нет, государству надо вырезать. Он просто арестует Рокфеллера. Со словами, ты нарушил налоговую декларацию. И все. Вообще никаких проблем. Харасмент очередной. И все, и все повесить. И все, и нет никакого Рокфеллера. То есть, недавно, буквально три месяца назад, в Молдове был гигантский начальник всех начальников. Плохотнюк, олигарх. Он и депутатов закупал, всех 100%. И Верховный суд, и Конституционный суд, и все были его люди. Что-то поменялось, и он под арестом. И все, что у него нажито непосильным трудом, арестовано. Ну, Ходорковский наш. Или Ходорковский наш, да. Ну, Плохотнюк-то был один из десяти, а Плохотнюк-то был один из одного. То есть, это все производные государственного строительства. Поэтому конфликты, конечно, ну, конфликты между людьми всегда есть. Соседи конфликтуют из-за, значит, туалета, понимаете, на участке дачном, что стоки не туда текут. Но этот конфликт, он находится внутри государственной системы. И государство этот конфликт регулирует своими законами. То есть, Морган Рокфеллера из-за конфликта убить не сможет. Если его застрелят, пойдет в тюрьму. Государство, и государство, и Моргану, и Рокфеллеру дало деньги по своим законам, благодаря которым и тот, и другой стали богатыми, влиятельными людьми. И завтра же они, понимаете, систему соотношений. Поэтому, когда... Но могут ли являться Морган и Рокфеллер частью государства, точнее, элитой государства и самим государством? Они могут влиять на государственное решение. А тогда что такое государство? Государство — это конкретная организация общества в виде надстройки над народом. В виде надстройки управляющего характера. Но они же из людей состоят. И что? Они по законам живут. Из людей, которые обслуживают закон. Выработаны до этого предыдущими людьми. То есть, это система государственного строительства. Поэтому любой... Ну, грубо говоря, понятно, что они могут застрелить конгрессмена, которым не нравится, убийцу наняв. Но, во-первых, их легко за это посадят. Вот вспомните, сколько было импичментов в Америке. Там, Клинтона чуть импичментов. За что? В принципе, из-за ерунды. Ну, так, с девицей встретился. Ну, у нас прокурор был. Импичмент. Или другой, значит, Иран Гейт. Просто подслушивал кого-то. Да, вот это было очень... И так далее. То есть, государство это не человек. Это система. И в этой системе она определяет государственное строительство. И она говорит, ты, Морган, ты, Ротфеллер, будешь богатый человек. Государство им разрешает ими быть. И может это сделать запрещение. Вот и все. Поэтому, когда Хазин ставит выше исполнителей, выше начальников, грубо говоря, это глупость. Это политическая глупость. А значит, это ерунда. Поэтому, по соображениям, что там кто-то с кем-то там... Ну, понятно, что если министр энергетики ругается с министром экономики, это что-то значит. Но это внутренний процесс, который определяется системой государственного строительства. Если этот процесс влияет на общество, конечно. Что они просто поругались из-за собачки. Понимаете разницу? Поэтому, я говорю, это он глупость говорит. Поэтому, по этим соображениям не может быть кризиса. Кризис может быть в силу давления обстоятельств и сил, которые оказались сильнее сил Соединенных Штатов Америки, контролирующих мир. Грубо говоря, Гитлер ушел из жизни самоубийства из-за победы советской армии, а не из-за внутренних каких-то немецких обстоятельств. Хотя победа была вызвана и внутренними обстоятельствами. В том числе, да. Потому что, да, Германия ослабла и не смогла вести войну так, как, допустим, хотела. Понимаете? Поэтому всегда победитель и побежденный определяются двумя факторами. Силой победителя и слабостью побежденного. Но не через какие-то другие события. Вот эти вещи надо понимать. Поэтому американцы будут до последнего держать свою империю. Максимально сколько? Если понадобится 100 лет, они будут 100 лет держать? Хоть миллион. Будут держать. Максимально. И внутренние процессы не приведут к падению американской империи. А вот внешние процессы, давление, могут привести к этому падению. Да, это правда. То есть, грубо говоря, когда 90% человечества, в Америке живет 5% всего, консолидируется вокруг мирового национально-освободительного движения за многополярный мир, это произойдет. То есть, не американцы решают, кто будет многополярный мир. Нет, конечно, в мелких вопросах, грубо говоря, можно себе представить, что Гитлер решил так. А что бы нам не сделать так, чтобы маршал Конев стал дважды героем Советского Союза и дал команду, чтобы отступили с фронта, там, где наступает маршал Конев. Ну, это маловероятно, согласитесь. Хотя, теоретически, да, тем самым Конева как бы приподняли. Хотя для мелких вопросов, например, ложные партизанские отряды, такое возможно. А для серьезных нет. Понимаете, да? Поэтому, удастся ли Трампу спасти Америку? Посмотрим. Видите, как он мечется. Вот для меня ключевой момент, например, это история с курдами. Потому что впервые Америка с 1991 года не об этом дело. Она впервые, Америка, словами Трампа, произнесла, что существует международное право и итоги Второй мировой войны. До этого принципиальная позиция Америки отказываться от итогов Второй мировой войны. А он именно так проговорил? Он так и сказал. Курдов не стояло в итоге Второй мировой войны. Как нации. Как и украинцев, кстати, и прибалка. То есть, впервые. Это означает, что Трамп подстраивается под систему давления. Он пытается это давление перехватить. Это форма военных действий. То есть, он видит, что мир консолидируется. И он хочет расколоть консолидацию между Китаем, Индией, Россией, ЮАР и другими странами. И даже Францией, где-то на заднем плане Германии. Как это сделать? Он пытается поднять, возглавить лозунг. Да, не можешь возглавить. Суверенитета наций. Очень хитро. Да. Расколоть. То есть, Путин сколачивает. Путин говорит, видите, вот есть Америка. Захотела уничтожила Югославию. Захотела уничтожила Сирию. Захочет уничтожить Китай. Захочет уничтожить Индию. Вот сейчас Иран хочет уничтожить Венесуэлу. Давайте консолидироваться, чтобы не уничтожили вас. Вокруг меня, естественно. Консолидироваться. А вокруг, это уже внутренняя система лидерства. Наверное, у того, у кого больше возможностей. У Китая возможности экономические, у России военных. Поэтому есть основания для консолидации. То есть, Путин здесь лидер, а не советник. Если бы Россия была малюсенькой страной, он бы был советником. Мирового нода. А он лидер. Потому что у него есть что положить на стол. Ядерное оружие. И еще какое-то оружие, о котором он не говорит, для того, чтобы не угрожать. Или, по крайней мере, наоборот, он об этом говорит. Просто не показывает. То есть, грубо говоря, может быть и блефует. Мы же не знаем. В какой-то степени. Соответственно, он проводит эту политику. И вот это происходит, потому что он прямо пугает Трампом и Америкой, как сторонниками ликвидации итогов Второй мировой войны. А значит, в территориальной целостности государств. А территориальная целостность любого государства, главный вопрос этого государства. Да. Все. Трамп стратегически проигрывает Америка. И тут Трамп берет. И тут Трамп говорит. А давайте, я теперь сторонник Второй мировой войны. Янут. Я сторонник Второй мировой войны. Я сторонник Второй мировой войны. Ну, итогов. Он не говорит, я вас освобождаю. Он только в вопросе территориальной целостности. Не в вопросе суверенитета. он он не говорит я не буду вами командовать он говорит я он наоборот я буду водами командовать я вам вашу нефть отнял буду воровать ее я сторонник территориальной целостности это второй пункт ялтинских и там прочих договоренность понимаете разные вещи то есть там говорит я сторонник территориальной целостности и поэтому мне с китаем отделить нечего китай ходил я не буду теперь поддерживать там уйгуру в китае или тайвань да или тайвань не буду все я теперь отошел от того что до меня это делали Клинтоны и все остальные. И в этом плане его попытка перехватить процессы мирового нода хотя бы в вопросах территориальной ценности. Получатся они или нет? Второй вопрос. Вы же понимаете, это же не просто слова. Побежали дипломаты, побежали деньги, взятки, начали отрабатывать Трампа на местах. Побежали встречаться с лидерами разных стран. Объяснять, видите, позиция Америки поменялась. Мы теперь не поддерживаем Пуджнимона. Испанцам говорят. Мы теперь против. Мы теперь не поддерживаем уйгуров. Мы теперь против. Но у нас же отлично отыграли на эту тему турки. Получается, в нашу сторону. Это другой вопрос. Когда Трамп сказавал об уходе турки, сказали, а мы зайдем. И Трамп отвечает, что мы сейчас тебя, это сверху. На словах. Но видно же, что на словах-то на словах. Но люди видят, что если надо, он реально может жахнуть. И соответственно позиция Трампа на словах я поддерживаю и тут же я могу сейчас тебе дать пропопе Эрдоган. Охватил мировую дно в части территориальной целостности. Но не в части суверенитета. Потому что если бы в части суверенитета, он должен был сказать, отказываясь от доллара. Это просто означает, что Трамп определил приоритеты. Под давлением я не могу уже удержать систему на высшем идеологическом уровне под названием Третья мировая война закончила в 91 году нашей победы. Это же их логика. В этом вопросе я отступаю. Но я отступаю, чтобы сохранить вопрос контроля над вами в ваших границах. То есть я не поднимаю тезис о том, что Пакистан должен дать Индии кусок территории или наоборот. А раньше поднимал. Я теперь просто хочу контролировать Индию или Пакистан в границах Индии и Пакистана. В том виде, в котором вы сами определили. А то, что там у вас внутри, нас не волнует. С точки зрения границ. А с точки зрения вашего устройства волнует. Вы будете жить на доллар и выполнять наши команды. Я к чему? Просто в таком случае он также относится к нам. В точке зрения, какие там у вас вопросы с Белоруссией, Украиной, нас больше не волнует. Но это еще неизвестно. А с точки зрения того, что вы с баксами, мы тут вас... Это еще неизвестно, как он к нам относится. Потому что пока у него заявка была вброшена, а вот это дало ему выигрыш во времени. И его дальнейшие отношения, а он на это всерьез или не всерьез, это будет чуть позже, понятно. Он выиграл время. Но у него всегда... Он нивелировал победу России в Сирии, которая сейчас произошла, в том числе с Курдами, за счет этого. Понимаете? Он сделал плановое отступление на узком участке фронта, но имеющую стратегическую линию по территориальной целостности. Но тут же усилил войска там, где нефть. Под предлогом, что... Да, потому что он не отказался тезисом в мировой империи. Бабки. Он просто сказал, грубо говоря, он сказал, в мировой империи я теперь не слежу за границами между провинциями. Понимаете? Да, я теперь не слежу. Границы хрен с вами, я вам отдаю. А вот управление я оставляю и имею право отнять ваше имущество, вашу нефть. И по-прежнему я определяю собственность, и я ваш начальник. Да, и почему вообще над американской нефтью образовалась какое-то государство Сирия? Грубо говоря, так. Но это шутка. Это не шутка. В понимании американцев существует американская империя. Однополярный мир. И все, что там в недрах, то и ее. То, что они отказались от вмешательства в пограничные дела, это не означает, что они отказались от контроля института собственности и недр. И следовательно, они всему миру говорят, недра и собственность это наша. Это институт американской империи. Вы там в России сидите, кто владелец вашего завода в Москве, решаю я, Трамп. Я просто не решаю теперь вопрос ваших границ с кем-то. Но вопрос владения решаю я. И через это я управляю процессами в вашей стране. А то, что он отказался от границ, это хоть какая-то победа? Да. То есть, но... Да. Ну, грубо говоря, любая... Вот отечественная война. Что это такое? Два тезиса. Вот у нас... Мы же знаем это. Это свобода независимости, территориальная целостность. Все. Территориальная целостность входит в понятие отечества. Поэтому он здесь сделал шаг навстречу националистов националистам и патриотам. Как бы. Ну, просто в одном вопросе. Понимаете? В важном на самом деле вопросе. И я думаю, что это как раз вызвано тем, что сложилась расстановка сил один против десяти. И он на нее отреагировал. Потому что когда был один против ста, ему вообще было наплевать. Ну, американской власти. Теперь это важно и это надо учесть. За счет этого он вытащил время. И когда там люди разберутся, что мало иметь права на границы, что на самом деле важно для многих, но мало иметь права на границы, надо еще иметь право на недра имущества и валюту, это пройдет время. Понимаете? То есть он выиграл время.